В апреле 2019 года в Вочине Деда Мороза уже проходил форум работающей молодежи. Эта встреча настолько вдохновила организаторов, что они решили непременно такому форуму быть еще раз. И благодаря председателю районного молодежного парламента Анне Поповой это стало возможно. Она приняла участие в конкурсе со своим проектом и выиграла грант на 400 тысяч рублей. Это позволило в один из августовских выходных дней собрать инициативную молодежь вновь. Первоначально мы рассчитывали на три области. Это Кировская, Архангельская и Вологодская. В итоге у нас приняли участие шесть областей. Это Псковская, Новгородская, Архангельская, Кировская, Мурманская и Вологодская. То есть мы встречали гостей из города Великий Новгород, город Псков, город Белозерск, город Котлас, город Великий Остюг, самая многочисленная была делегация. Подосиновский район, Кировская область, Тарнакский, Нюксинский, Никольский, Кичминско-Городецкий район и Вологодской области. Программа форума была очень насыщенной. Ребята с разным опытом в сфере молодежной политики под руководством опытных руководителей провели круглый стол по русской молодежной ганзе, обсудили вопросы благоустройства города. Это огромный опыт для подрастающего поколения, считают организаторы. Этот форум дал такую возможность переговорить, поделиться опытом, просто пообщаться с людьми, которые близки тебе по духу, которые с тобой на одной волне. Мне кажется, для молодежи это очень важно. И важно для нас, для тех, кто работает с молодежью, в том плане, что была живая возможность узнать непосредственно от ребят, что им интересно, о чем они переживают, какими делами они занимаются и в каком направлении хотели бы развиваться. Участники форума учились правильно ставить цели, работать в команде и заниматься социальным проектированием. Не менее насыщенной была и досуговая программа. Зарядка на свежем воздухе, веселые эстафеты и конкурсы, прогулка по тропе сказок и, конечно же, встреча с главным волшебником страны. На организацию всего этого и были направлены средства выигранного гранта. Кстати, попробовать свои силы в написании может любой желающий. Грантовый конкурс, всероссийский конкурс физических лиц объявляет вторую волну. И до 2 сентября, есть еще ровно неделя, чтобы подать заявку на данный конкурс. И данные грантовые идеи должны быть реализованы с ноября 2019 года до октября 2020. То есть, если есть идеи, которые вы хотите реализовать, есть возможность получить до миллиона рублей. Также молодые, энергичные и активные устюжане могут попробовать себя и стать частью молодежного парламента. Заявки в новый состав принимаются до 9 сентября.